Всем привет! Меня зовут Виталий, это Александр Ивлев. Мы занимаемся с вами разработкой компании DENZA. И сегодня мы вам расскажем о том, как, собственно, мы о великой распространенной разработке нашей компании. Как, собственно, были разработки нашей компании, какой путь мы прошли исторически, какие при этом были подробные камни, и, в общем, как мы эти проблемы решали. Ну, сначала скажу пару слов о том, что, собственно, о каком приложении это речь. Основной продукт компании DENZA — это система золотой коммуникации с бизнесом. И в нашем любимом приложении это мобильная версия продукции компании DENZA. А в настоящее время это мобильное приложение включает в себя такие возможности управления рабочим временем, управления выездными сотрудниками, управления задачами, мессенджами, ну и прочие достаточно большие качества функционалов. Вот, собственно, наше приложение, которое мы будем дальше сделать. Когда мы начинали мобильное приложение, в компании уже была бы версия продукта. и на дни трудились более тысячи разработчиков. И мы захотели создать мобильное приложение, потому что мобильное приложение можно обеспечить нативный интерфейс, он будет привычен для пользователей каждой платформы. Также в мобильном приложении можно обеспечить кэширование, то есть в плане режим работы, что, собственно, невозможно достичь просто с помощью веб-сайта. Ну и поскольку, говорю уже, что все начинается с малого, экономичное, начиное, у нас было всего несколько мобильных разработчиков, мы хотели быстрый результат и удобство разработки. Ну, какие, собственно, мобильные подходы есть? Вы все их прекрасно знаете. Это мировое распределение. Android, iOS. И, в принципе, он интересный. Много занят разработчиками, да, с вами? А, один человек. А, ну вот. Еще пару процентов это всякие прочие системы, которые в общем много в мире, но вдоль каждой у них нечтожны. И поэтому мы поняли, что в первую очередь это iOS и Android. И цифру сильно сильно на них. И хотели получить в первую очередь 2-ю неделю приложения по iOS. А в это время в интернете полно рекламы чудо-фрейборда, которые обещают чуть ли не в два клика мыши получить рабочее, коспотворное, новинное приложение. Ну, это такие фреймворки, как Qt, Xamarin, React Native, Cardone, PhoneGuard. В принципе, они делятся на два класса. Те, которые обещают нативный интерфейс. Ну, такие, например, React Native или Xamarin. И те, которые, по сути, являются гибридами. То есть используют в качестве интерфейса WebView. Ну, такие, например, Cardone. Ну, вот основной из фреймворков мы, собственно, начали наш путь. Какой? Раз, два. Раз, два. Итак, начали мы с выпусков в Xamarin. Думаю, многие в зале знакомы. Кто знаком, может поднять руки. Ну, не многие в зале хорошо знакомы. Итак, что же в компании Denzel нам понравилось в Xamarin? Ну, во-первых, он нативный. То есть он обещает, что у нас будет интерфейс на всех платформах выглядеть нативным. И также будет скорость работы близких нативных. Вторая вещь — это C Sharp. Те, кто как Xamarin использует язык C Sharp — это высоколуниевый язык. Мне, как раз разработчику, по сроку я поставил очень долго на Object C, C Sharp — это просто сказочный. В целом, мне понравился принцип работы с асинхронным программированием на C Sharp. Но это не все, что умеет C Sharp. Также, что нам обещает в Xamarin — это единый код. То есть мы можем написать нашу программу на языке C Sharp один раз, и она будет работать не просто на двух платформах, а на трех платформах. То есть на iOS, на Android и на Windows Phone. Но, к сожалению, это все реклама. Это нам все обещает. Мы в компании Denzel пользуемся Xamarin в течение года. И за год накопилось достаточно много опыта, что же на самом деле не так. Так, первое — это кривой интерфейс. То есть редакция Марин обещает, что у них будет красивый интерфейс, один код и один. Оба будут нативные, но, к сожалению, магии не случилось. И хоть он в реальности выглядел нативным этот интерфейс, он был, ну, не очень красивый. Ну, и это можно понять. Вот представьте себе на какой-то, например, кнопку. Эта кнопка, там, у нас есть настройки. Это кнопки какие-то на iOS, какие-то настройки есть на Android и какие-то на Windows Phone. И пересечем это множество, и мы получим то, что умеет делать Xamarin. Ну, к слову сказать, на самом деле Xamarin позволяет на каждую платформу писать отдельно каждую UI-часть, и, к сожалению, этим пришлось пользоваться очень много и часто. Вторая проблема, которой особенно столкнулись разработчики, у Android разработчиков был все намного лучше в этом факте, это глючная среда. Она постоянно отваливалась. Дебаггинг, это вообще было просто действие. Когда ты дебажишь две минуты, и через две минуты он просто берет и отваливается, и тебе приходится снова все начинать дебажить. Как и говорится, кто не успел, тот опоздал. Дальше это багги. В самом Xamarin тоже есть немалые багги. Конечно, сейчас приведу такой пример, который нереальный, но очень часто такое происходило, что мы говорим по красной кнопке в красный цвет, а у нас хоть iOS и Android покажется красный, она видна с хром, а становится зеленым почему-то. Ну, такого прям не было, но были очень похожие багги. Обычно, как говорится, разработчик винит кого-то другого в багах, и в случае Xamarin это реально будет именно так. Ну и последняя проблема это, где же найти специалистов под эту платформу? То есть нам нужен специалист, который знает язык C Sharp на хорошем уровне, который знает платформу iOS, знает платформу Android, ну и желательно еще и Windows Phone. Да, конечно, можно найти каждого отдельного специалиста, а вот специалист, который будет знать все вместе, ну, только если воспитать свою собственную компанию. Немножко помаримся с Xamarin, но в основном с багами и с ключной средой мы поняли, что так дальше жить невозможно, и решили все-таки посмотреть, а что же есть еще на рынке. И дальше, что есть на рынке, это, конечно, гибридные приложения, такие как PhoneCrap, Cordova, Ionica, а также еще есть Monaco, Tako, и их там, на самом деле, очень много. На текущий момент я их насчитал около 45 штук, этих различных разработок. Единственное, что меняет все эти разработки, это то, что они сделаны с помощью веб-технологий. То есть там используются Angular, ну, JS, JavaScript, JavaScript и различные другие языки. Ну, понятно, все эти языки основаны на JavaScript. У JavaScript есть свои минусы. Во-первых, это скорость работы, которая очень важна для нас, на самом деле, была в компании Tensor. Ну и различные другие проблемы. Мы долго не стали задерживаться на веб-технологиях, так как мы понимали, что это нам не подходит, приложение получалось тормознутое, и еще много-много различных проблем, о которых не стоит даже говорить. Поэтому мы пошли дальше и решили все-таки вернуться именно к тросплатформенной разработке, так как это делается во многих компаниях, таких как DoubleGist, Dropbox и других крупных компаниях. А это именно сама нативная разработка. Что же такое нативная разработка? Во-первых, это очень большое количество языков, таких как Swift, Object C, Kotlin, Java. и C++ и C, которые, собственно говоря, используются для единой бизнес-логики. И также еще DGNI, о нем мы поговорим немножко позже. Также это большое количество IDE-шек. UpCode или Xcode, это Android Studio, Visual Studio, Celio и как консоль. Некоторые даже могут писать Vime, кто-то любит Vime. И возникает вопрос, а вот нам оно нужно? Вот такое количество всяких нужно. Много программистов, много свет-разработки, большое количество аппаратуры. Давайте посмотрим, а что же хорошо в таком подходе? Ну, во-первых, это, конечно же, мы получаем единую бизнес-логику. То есть мы можем написать на языке C++, бизнес-логику, и она будет едина для всех мобильных платформ, даже более скажу, она будет не только для мобильных платформ едина. Ее можно будет использовать и в Vime, и на каких-либо устройствах, типа там, пытателизм. Также у нас получается высококвалифицированный персонал, так как найти разработчик, который знает какой-то конкретный язык, свои технологии намного проще, чем найти специалиста, который знает буквально все и сразу же. И этот высококвалифицированный персонал, соответственно, продолжает то, что мы можем написать идеальный интерфейс. Так что мы используем нативные средства, нативные языки. У нас есть сотрудники, которые... Оно звучит вот так. А задайте их. Вот, видимо, да. Надо немножко отойти. Ну, короче, у нас будет красивый, классный интерфейс. Ну и последний плюс — это все-таки мы имеем параллельные разработки. Наши команды могут работать параллельно и лишь несколько друг с другом как-то пересекаться. Ну, это то, что было хорошо в этом случае. Давайте подумаем, что же плохо. Ну, во-первых, мы получаем очень дорогую разработку. Нам нужно поддерживать большое количество машин, надо поддерживать большое количество разработчиков. И самое что печальное — мы не можем нанять студентов за еду, ну, так как они просто не смогут потянуть такой стек технологий. Даже если они вдруг разберутся в этом большом стеке технологий, то у них будет другая проблема. Они зато со временем, там, через два-три месяца окажутся, что архитектура, которую они наваяли, будет не совсем хороша, и приложение станет неподдерживаемым. Следующее — это минус. Я уже, конечно, говорил, что мы будем иметь параллельную разработку, но все-таки иногда команды должны друг с другом пересекаться и общаться. Проблемы начинаются с малого того, что там они разные языки используют, иногда друг другу могут не понять из-за этого, заканчивая большими проблемами типа UI говорит, что это проблема, что это задача бизнес-логики, бизнес-логики говорит, что это проблема UI. И так продолжается такой пит-пункт до тех пор, пока не приходит руководство и не дает догоняйся. Ну, последняя такая проблема, которая, на самом деле, не сказать, что это полностью проблема, но, тем не менее, это надо возникать — дублирование интерфейса. То есть, да, мы говорим, что мы хотим нативный интерфейс на каждой платформе, чтобы было по-разному все, но иногда все-таки у нас существуют такие экраны, которые мы хотим, чтобы на всех платформах выглядели одинаково. Некоторые, конечно, могут возгласить и скажут, что есть еще такая QD штука. И да, на QD можно нарисовать интерфейс, который будет на всех платформах, но это еще одна дополнительная технология, ваша стандартная технология. Ну и последняя проблема — это мосты между языками. Давайте я на ней остановлюсь немножко подробно. Начнем с того, какие же у нас есть стандарты средств для этого. Ну, это, соответственно, Java и GNI. Думаю, многие в зале слышали об этом, особенно Android-разработчики. Ну, я не слышал, чтобы кто-то был в восторге от GNI. Ну, в случае с Object C или с лифтом все намного лучше. Там сам язык C используется, а можно даже напрямую C++ называть. И есть такое еще решение, как DJI. Это решение от Dropbox. Но прежде чем переходить к нему, давайте поймем, а что же плохого в стандартных средствах? Ну, посмотрим в начале дамоста из C++ в Object C. В принципе, код достаточно понятен. Тут у нас есть функция, которая принимает строчку и возвращает число. Единственное, что код слегка громоздки, ну, при определенных умениях можно научиться его быстро читать и понимать. В случае с GNI немножко все хуже. Тут также представлена функция, которая принимает на вход строчку и возвращает число. Ну, код намного более запутанный. Я вот работал уже немало времени, и за свою жизнь так и научился быстро и легко читать этот код. И вот, посмотрев на эту вот портянку большого текста, возникает вопрос. Ведь что, так надо писать каждый раз? Да, так надо будет писать каждый раз, если мы хотим портировать функцию между языками C++ и какими-то другими мобильными языками. И возникает вопрос. Нельзя ли попроще все же это сделать? И это решение существует. Его придумал Dropbox. Мы в компании TENZO его слегка переписали. То есть, у нас есть теперь не DJNI, можно назвать PGAI, потому что он написан на питоне. Ну, суть остается та же самая. Это у нас есть некоторые файлы, и до файлов, в котором описываются наши модели. То есть, тут даже можно писать не только функцию, а уже и модель. Ну, думаю, те, кто первый раз даже видит этот синтез, смогут без труда понять, что тут написано. Тут есть модель-пользователь, и класс, который является синглитурным, и с некоторым методом Find User. На слайде, как видим, вместилась намного больше информации по сравнению с тем, что было на предыдущих слайдах. Ну, магии, к сожалению, не бывает. И DJNI не делает ничего вот такого сверхъестественного. Принимая на вход вот такой вот массив файлов, с таким синтезисом, просто генерирует мосты, которые мы видели до этого. И, как бы, вот мы и решили проблему с мостами. У нас есть отличная попараллельная разработка, коммуникация команды налажена, и вроде бы как все хорошо. Ну, и на Z где-то там свяжет немножко совесть. Возникает вопрос, а нельзя ли все-таки проще? А, собственно, да. Поэтому мы задумались. А чем, собственно, занято вот этот бэкэнд, который написан на C++. И оказалось, что практически везде он делает следующие вещи. Ну, понятное дело, взаимодействует с API. И, поскольку у нас есть офлайн-режим работы предложения, знаете, кэширов. Но основное, затраты кода в этом, собственно, на C++ части, они как раз на актуализацию кэша. И, в общем-то, каждый практически из частей приложения решал задачу немножечко по-своему. Это порождало достаточно большое количество C++ кода, в общем-то, в мобильном приложении. То есть типичная схема модуля вот выглядела как-то так. Вот серединка — это бизнес-логика, которая находится в мобильном приложении. Как видим, у нас достаточно большая прослока в бизнес-логике, которая, в общем-то, занимает тем, что измодействует с локальной базой данной. И мы задумались, а может быть, как-то можно сделать интереснее. И у нас возникла идея. Что, если мы возьмем и на сервере просто будем держать реплику в нашу базу данной? И при этом вообще из мобильного приложения откажемся от какого-либо взаимодействия с апером? То есть все взаимодействие с сервером мы сведем к репликации нашей базой данной. Соответственно, бизнес-логика, которая была в мобильном приложении, уедет на сервер и будет заниматься наполнением реплики со стороны сервера. И, как оказалось, такие решения существуют. Давайте на них посмотрим. Это, например, реал. Это объектные базы данных, которые позволяют сделать реплики. Однако выполнение серверной реплики — это коммерка требует коммерческой лицензии, но в целом это закрыт коммерческий продукт. Поэтому мы не стали его использовать. Вторая первая известная технология — это Firebase. Наверное, некоторые вас сталкивались с ним. Ее узором является то, что данные бизнес-логика, данные бэкэнды хранятся в облаке в углах. А в компании Tenzo есть свой большой дата-центр. И мы бы предпочли хранить, наверное, у себя в облаке, нежели отправлять данные наших клиентов куда-то на сторону. Поэтому мы как бы взяли решение, которое называется Firebase. Давайте посмотрим, из чего это состоит. Итак, принципиально три основных составляющих. Это CoachBaseLite — это мобильная новосток базы данных. SyngetWay — это прослойка, которая как раз занимается синхронизацией мобильной базы данных сервера. И, собственно, самая серверная база данных. И глянем чуть дальше. Вот, собственно, мобильная база данных . Как я сказал, она новосток базы данных. Это документная база данных. То есть она хранит набор в разрозненных ресурсах документов. Но вот, например, в частности, в отличие от того, что Firebase, достаточно хорошо решена проблема индексации данных. Есть такое понятие, как view. И она позволяет строить этот индекс. Еще одной очень приятной особенностью является наличие, называемый, Black Query. То есть мы можем делать запрос, получить конкретные результаты этой выборки и подписаться на ее изменения. Если вдруг, пока у нас эта выборка открыта, на сервере произойдут какие-то изменения, отреплицироваться нашего клиента, интерфейс получит об этом уведомление. Что позволяет разрабатывать интерфейс весьма удобно. И четвертая особенность — это настройки репликации. То есть мы реплицируем не просто всю блок, а мы можем укатать фильтр. То есть это те документы, которые, в общем-то, могут быть реплицированы с клиента на сервер, а также можем указать каналы. На какие из каналов серверные репликации мы подписываемся. В общем-то, мы это можем менять в процессе жизни приложений. Про эти каналы расскажу чуть-чуть дальше, на следующем слайде. Это, собственно, Sinketway. В общем-то, вся сила этого решения как раз исключается в наличии этой прослойки, этого синхронизатора. Его основные достоинства — это весьма удобная растопия. Эта растопия позволяет управлять потоком изменения данных при синхронизации. Также она вам предоставляет возможность для решения конфликтов и предоставляет возможность чтения и записи об серверной базе данных без прямого прощения к ней. Для нас в компании эта особенность оказалась очень удобной, поскольку у нас есть платформа «Сбис», есть своя платформа, написанная в инки компании. И, соответственно, есть много разработчиков, которые умеют на этой платформе писать каналы. И эта особенность позволила нам вот бизнес-слойку мобильного приложения писать на нашей платформе силами серверных разработчиков, которые, в общем-то, привыкли работать с этим. И, как я уже сказал, C2T обеспечивает настройку каналов репликации. Ну, например, можем создать каналы свежие сообщения. Это прям последние 100 сообщений, сообщения за последний час. И канал все прочие сообщения. Соответственно, при первом коннекте клиента мы можем вперед отсинферентировать наиболее свежий канал и как можно быстрее показать данный клиент. Это решает проблему как раз долгой репликации, чего обычно люди боятся в таких решениях. Ну, и третья составляющая, собственно, какой-то сервер. Как я уже сказал, это достаточно мощная московая база. Стороны сервера она очень умеет, очень хорошо масштабируется. В компании, однако, после своей платформы мы, в общем-то, используем только крайний сервер. И даже напрямую с ней взаимодействуем все взаимодействие с C2T. Таким образом, мы смогли обобщить еще одну следующую часть мобильного приложения. Это как раз цифровизация данных. Однако у нас все еще остались интерфейсы, которые были реализованы независимо в каждой из платформ. И мы задумались, а может быть, что-то можно с этим сделать? Ну, попробовать, может, какие-то еще решения. И, на наш взгляд, упал на популярный фрагбор, который сейчас набирает обороты. Это реактивность от Facebook. Давайте посмотрим, что нам о нем известно с конференцией Facebook. В принципе, они сейчас на нем записали сами одно единственное приложение — это Ad Manager. И, по их словам, у них между iOS и Android порядка 80-85% общего кода на IoT. Также команда из 10 человек сначала написала iOS-версию приложения за примерно 9 месяцев работы. И затем еще 5 месяцев писали Android-версию приложения. Однако в дальнейшем, как утверждается, фичи велись уже как бы параллельно. И релизы были в платформе параллельно. Так, казалось бы, вот, можно таким образом обобщить интерфейс. Однако же наш более детальный взглядный фреймворк показал следующее. Ну, понятно, используется язык как язык. И самое главное, что он работает в один поток, что накладывает существенные ограничения на производительность. Даже в разделе производительности посвящена немалая глава документации, собственно, фреймворка React Native. И действительно оказалось, что делать какие-то сложные и отзывчивые интерфейсы на нем довольно тяжело. Так же, как бы если мы все-таки хотим получить настоящий нативный приложение, мы, в общем-то, вынуждены будем писать платформу, зависимую кладку для некоторых вещей. И, посмотрев на это, мы решили, что сейчас в компании мы не будем трогать этот фреймворк, и мы просто выясним за ним следить, он развивается, может быть, со временем можно будет к нему вернуться. Ну и теперь можно, как бы, ответить на вопрос в заголовке нашей презентации. Так мы выбираем эту платформу обильную разрабатку. Они, в общем случае, конечно же, не имеют. Какой-то съемный пуль, какого-то универсального решения не существует. Однако в некоторых частных случаях вы можете значительно облегчить себя жизнь. Давайте о них раз поговорим. Например, фреймворк. Действительно, если вы хотите сделать какой-то прототип, быстро его выпустить и посмотреть на обоих платформах, ну, видимо, можно использовать один из существующих фреймворков. Действительно, простенькое приложение, быстро выпустить. Также, может быть, вам не нужен нативный интерфейс, и тогда вы можете взять любой из веб-фреймворков. Особенно, если у вас в компании есть веб-разработчики, которые знакомы с языком JavaScript, вы достаточно быстро получите на обыднике приложения подобного платформа. Ну и, как бы, для небольших приложений это действительно очень хорошо. Можно даже получить нативный интерфейс. Ну, когда стоит использовать C++ подход, как вот использовали в компании какое-то время, это когда, безусловно, у вас есть сложная бизнес-слойка. Притом, эта бизнес-слойка настолько сложна, что написать Atlantis на C++, включая мосты, будет значительно дешевле, чем написать отдельный адрес на Android и Atlantis на C++. Ну и также, если у вас есть совместующий специалист, особенно прииском C++. А также интерфейс у вас останется на нативном. Ну, это может быть, в общем-то, и плюсом, поскольку даст вам больший гейминг из интерфейса. Ну и подход, который мы сейчас используем в последнее время — это HatchBase. Его особенность тем, что он хорошо подходит именно для больших приложений. Почему? Потому что он требует инфраструктуру со стороны сервера. Не так быстро взять и создать какое-то очень простое приложение на HatchBase. Он требует действительно большой подготовительной работы, серверную инфраструктуру. В компании Tenzo это не составило нам проблем, поскольку у нас есть дата-центр. Однако для каких-то маленьких стартапов может быть неприемлемо. Но я обращаю внимание, что если решение позволяющим хранить данные в облаке, например, от HatchBase, можете хоть не обратить внимание. Ну и, собственно, рассказали путь, который мы прошли при разработке кросплатформы мобильного приложения в компании Tenzo. А вам как совет можно сказать, что ищите свой путь, исходя из ваших потребностей и ваших возможностей. Всем спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот насчёт своего пути, вот у меня такой вопрос. Почему-то всегда при решении таких вопросов насчёт того, чтобы единый код собирать под разные платформы, все почему-то очень вниманием обходят, например, сведу Delphi для языка по скамерам Она ведь действительно может собирать везде Она собирает, ну, как вот на моей практике, она собирает прекрасную Windows-платформу Она тут же тот же самый код собирает прекрасно под Android, прямо там же Причем она использует нативные контролы, все она их замечательно импортирует сразу под Android, великолепный интерфейс При этом можно кастомизировать от всех этих проблем При использовании Xcode она без проблем в него экспортирует в код на C++ по скамерам И так же он собирает под Mac OS, по дороге, она его портирует в Windows, собирает в Windows, да, чтобы перейдить поддержку Но тут больше интересует именно детальная реализация Тот тоже ксамарин, например, является В общем-то он умеет делать то же самое, только вместо Delphi использует язык США Ну да, да Однако же при детальном рассмотрении, ну, в течение практически года Мы столкнулись с тем, что действительно, ну, ты можешь сказать, Саша лучше об этом Делать какие-то реально сложные интерфейсы, реальные кросплатформные, на нем тяжело и долго Не, ну в Delphi, например, это вообще делается очень быстро и просто, честно Я вот на своем опыте знаю, десять лет пишу, и как бы из них Вот с выходом XE5, наверное, вышла первая разработка по DOS И она без проблем работала даже в той уже интерферализации У меня в XE6 была проблема только с компилированием под Android Ну, это так вот в принципе, то есть мы работаем Не, ну, это достаточно сложно Не, ну, в общем-то много приложений работает Да, тот же, например, как в Skype, скорее всего, ты его используешь Мы же не говорим, что его невозможно использовать Ну да, то есть как бы не такое же большое Но... Уже мода настолько оттуда далеко ушла Хотя я без проблем собираюсь работать Да, вот я как бы начинал учебу с языка Pascal И я с Delphi тоже знаком с ним Ну, во-первых, Delphi сама по себе среда оплатная Ну, это да, это, конечно... Это первый японский большой Ну, маленький, конечно, минус, но тем не менее минус Во-вторых, язык Pascal, ну, он... Изначально создавался для учебных целей Он не создавался как конверческий язык Потому что язык Паскальплитер при очень большом качестве изменений Ну, да, я не спорю, что при этом измене Но тем не менее я... Ну, я, конечно, не сильно сейчас знаю, как пандемия развивается Но, по-моему, оно уже стоит, оно там не развивается Но и меньшее развитие вообще пойдет полуходно И по две версии будет отпуск Не, ну, то, чего мы как раз как раз сами упомянули Это действительно наличие разработчиков То есть когда мы говорим про крупную компанию У нас в компании более тысячи вообще разработчиков И обеспечить... Ну, это же мы упоминали как недостаток самарин А построить эту систему на двух незнаменимых разработчиков Это как для большой компании очень странно Не, ну, с одной стороны Обучение достаточно шикарное дается на них Может, никто не идет, никто не хочет учиться Нет, может быть, но в данном случае, как бы, действительно Вот, если в мобильном кабинете посмотреть Дело правда не популярен По каким-либо причинам, непонятно Ну, непонятно, просто побычее делать Здравствуйте, меня зовут Владимир Амель Куратуфан Вот, вы говорите про самарин, самарин Это недостатки, удушу Вопрос такой Вы при разработке использовали именно Xamarin Forms Или какие-то другие фрейморки работают с самарином? Когда мы работали с самарином, мы использовали и, в принципе, его UI-ную часть Которая позволяет рисовать UI с помощью одним и единственным кодом И мы использовали, пытались использовать мосты То есть, когда ты пишешь UI-ную часть на каждой, особенно На каждой платформе по отдельности Да, это, конечно, было хорошо Когда мы писали UI-часть на каждой платформе по отдельности Он, наверное, становится к себе лучше Но вот так вот именно в этих местах становилось намного больше баков Например, был у нас код написан на Object-C Мы решили OK, давайте его спортируем на C-Shark И напишем тот же самый 1 на 1 код Спортировали В итоге скролинг не работает Просто на полы Там были проблемы с тем, что Вот есть большая картинка, ее надо туда-сюда подскролить И потом это подскролировать, ее плюс еще точки на ней расставить И будет как код и там, и там одинаковый Но почему-то на C-Shark он не работает А на Object-C, тот же самый код, работает Странно Просто вот на Xanarin, то есть вот работа на Xanarin Как с фринлоком То есть, ну, есть такой фринлок, как ABM Cross, даже Marina То есть, по сути, ну, он повторяет все, что вы сказали То есть вы делаете библиотеку, то есть прописываете логику Вот в виде партирной библиотеки Ну и дальше, то есть, страиваете уже ее в различные проекты Подаешь под Android, то есть, а именно интерфейсную часть Для Android или iOS, то есть для приложения То есть вы настраиваете как хотите Ну, да, там получается, что ты пишешь как будто бы на родном языке платформы Например, ну, как сказать, там исходят все те же самые именации, функции Там вот те же самые настройки можно делать Единственное, что просто язык выступает на C-Shark На самом деле, ну, немножко непривычно в начале, ну, просто привыкаешь к такому подходу написания Но, как я уже сказал, вот именно в этой части больше всего баг Там баги доходят, будет до того, что у тебя там система координат даже другая Игра может использоваться и подобные вещи Ну, мы не смогли, вот я говорю, вот там месяц буквально делали дурацкие сквольные картики Мы не смогли при наличии рабочего кода на iOS Сделать то же самое на Xamarin А когда мы это делали? Нет, ну, да, Xamarin мы уже около, сколько, двух, нет, даже двух с половиной лет назад Мы закончили использовать сегодня Я просто сейчас же в Visual Studio, там много вышли Да, там Visual Studio, как раз, когда мы в флюзе заканчивали его использовать Я не использую, что Xamarin развивает Скорее всего, багов там уже намного меньше, чем с тем, когда мы его использовали Ну, как-то такое баг Среда, наверное, там, не знаю, что-то впадает Среда разработки, наверное, они тоже вам уже намного выше станут за это время Ну, вот и вам последний вопрос Мне вот что-то интересное Вы в какой платформе для строительной разработки Своих приложений Т.е. вы, по сути, используете родной Xcode и андроиде передачи Да, если именно сейчас, то да, родной Xcode, андроид Studio И на плюсах у нас Режим Вижу, в студии Тут кто-то там еще не может даже использовать Адрес, спасибо Здравствуйте, спасибо за обрат Очень много познавателей Вопрос такой Вот, насколько я знаю, для бетона есть фреймворк Kemi И для Ruby есть RubyMotion фреймворк для разработки мобильных приложений Вопрос такой Вы рассматривали такие решения и вообще можете что-либо о них сказать? В свое время мы это бетон смотрели Но подается какого-то у меня интерпретатора Ну, в тот момент не было Может быть ситуация изменилась за какой-то последний год Но вот ситуация в горячей недавности Действительно, наше исследование, ну... Неприюльно сказать Бетон для нас из него был очень удобнее Потому что это один из языков использовать в нашей компании активно И если бы как бы нашли действительно меняемwhat решения, то это безусловно добро Однако, вот, на тот момент не было Добрый день, меня зовут Евгений, компания Интерсвязь, город Челябинск Вы упоминали про React Native, но вот вопрос, вы действительно его пробовали? Совсем чуть-чуть Можно сказать, что мы буквально некоторое время смотрели И поняли, что в текущих React у нас будут сложности Просто у нас достаточно большое приложение, действительно, очень большое приложение Которое содержит действительно кучу различных интерфейсов, особенно таблиц Вот, например, это же одна из проблем, если использовать сложный layout Добиться, добиться мягкого быстрого скролина Это вообще даже дружно будет документация в текущий момент Я думаю, они решат эти проблемы со временем Ну, на самом деле, нет проблем со скроли То есть два года React Native, две платформы и проблем ноль Ну, не знаю, вы говорите Нет, проблемы у React Native действительно существуют Основные проблемы — это обновление версии То есть обновление версии React Native — это голодная боль Всегда, каждый раз Вот, но суммарно, в плане UI — это стандартный flex CSS Который рисуешь В плане скролинга — огромные таблицы Ну, стандартные Представьте, если у вас есть обычный скролинг Типа ленты новостей в АК Или, допустим, огромный список хороших уведомлений То есть они, понятно, приходят Но вы их можете открыть, посмотреть и поудалять их нафиг просто из списка То есть точно так же есть вариант, когда там даже тысяча штук, ну достаточно просто API доработать и все В смысле? Чего иметь это под API доработать? Стандартное партиционирование API То есть берешь, ну как только заканчивается, у тебя там 10-50 штук, по ближайшему ставишь еще 50, еще и так далее Нет, ну это понятно У нас просто есть свои заборочки интерфейсные Действительно у нас Вне производства интерфейс действительно излишне тяжелые И нам просто было тяжело это делать Тяжело долго По сути мы изобретаем какие-то кастыли Мы пробовали пару мест И поняли, что еще чуть-чуть подождем Думаем, может быть, проблемы уйдут Мы как бы за производительность очень сильно боролись в нашем приложении просто И пока нас не устраивает Ну, намеренных устройств пока не устроило Спасибо, но рекомендую себе попробовать Но мы не, я же как сказал, мы не отказываемся глобально Это тема, если понимать, мы следим за развитием Добрый день, Эмиль Насчет Xamarin хочу замолвить словечко Последние версии, они прям нормальные, багов очень мало Поэтому рекомендую опять посмотреть Единственное, какие-то такие вещи, типа какие-то кастомные контролы Это да, это проблема, но в остальном вполне Вот и... Как-то так Это не вопрос Я понял Спасибо Привет Вот тут парень рассказывал про React Native Это классная штука На самом деле А насколько я понял, у вас всего вообще три проблемы Это... ну, точнее не проблема, а задача Это UI Это синхронизация Это синхронизация Не слышно А вот Раз, раз Это, значит, синхронизация данных И это логика в самом приложении, в мобильном приложении, да? Она сложная Вы сказали Ну, да, она некоторая, я в нем не знаю Так, хорошо И... На космарине не работает UI Хорошо Так как она нужна Ну, по крайней мере, на тот момент, когда мы пробуем Ага, понятно Вот, например, опять же, если посмотреть в сторону React Native'а Там UI, он будет одинаково выглядеть, в принципе, реально И на iOS, и на Android'е Это как бы, ну, практически сто процентов А если говорить про синхронизацию данных, вы эту проблему уже решили? Ну, а мы эту проблему как раз вот решили с помощью HotchBase'а Да То есть, например, JavaScript не сможет решить те проблемы Его производительности недостаточно для того, чтобы решать какую-то сложную логику именно внутри приложения, да? Насколько я понял Ну, да Ну, мы про React Native'а Я же сказал Мы сейчас идем за развитие на благо Да, так вот, у меня вот вопрос Почему бы не писать какую-то сложную как раз логику, которая работает чисто с приложением просто нативно? То есть, опять же, React Native и, возможно, опять же, тот же WebView, они позволяют писать какой-то сложный код Там, для iOS на Swift'е, для Android'а на Yavi, а UI использовать WebView или React Native, или что там еще есть Нет, ну, UI и WebView у нас в принципе не устраивают Вообще-то мало кого устраивают в вашем приложении Потому что он тормозит, да? Не обязательно потому что тормозит Потому что вы не обеспечите нативного вида Ну, как ни крути, все равно оно будет, ну, не совсем так Если мы, допустим, говорим про все гайдлайны, про материал дизайн Ну, все равно, как бы, даже вот та шкордока, которая WebView, казалось бы, достаточно хорошо имитирует имитивное поведение Все равно, в общем-то, при пристальном взгляде вы поймете, что на самом деле Нет, я это видел, да, конечно Поэтому, как бы, вопрос использовать WebView, в общем-то, у нас был решен А вот вопрос именно использования хипотанативных фреймбурков у нас пока открыт И мы, в общем-то, в поисках В частности, мы даже смотрели такие вещи, как там Вопросы отлично совершенно Просто хотелось бы добавить, что если у вас будут проблемы с производительностью на Явдскрипте То есть какие-то, я не знаю, там, очень-очень много данных Нужно будет как-то переводить в какой-то другой вид Еще что-то с ним делать, сортировать, я не знаю То можно написать этот код, просто вызвать нативную функцию На Яве это все написать или на свифте И отдать обратно в UI И, как бы, проблем вообще здесь нет Нет, ну, это понятно Плюс еще, как бы, надо более детально смотреть на функционал приложения У нас достаточно много вещей, такие, как CallKit, например, мы используем Которые есть в iOS, нет в Android Ну, как бы, Identification, Extensions Всякие Share Extensions Они в любом случае не обобщаются Поэтому, как бы, просто не было смысла в данном случае На текущий момент, пока нет Это для нас Я говорю, что каждому, как бы, свое Мы, как бы, не говорим, что ли, технология плохая, непригодная сквозь Еще вопрос есть? Еще один Я вопрос Я никогда не писал Да я вам вопрос Простите, мне тоже Я никогда не писал А, хорошо Никогда не писал Нативный UI Для Андроида И для Иос Просто отдельно И, насколько я понимаю Это Не тривиально достаточно Или нет? То есть, много ли у вас сил Уходит именно на написание UI отдельно для Андроида, отдельно для Иос Да Прилично, это достаточно большой кусок работы Сколько процентов от всей разработки? Не меньше половины абсолютно Не меньше половины абсолютно Не меньше половины абсолютно Спасибо Еще вопросы? Тогда поаплодируемся Наши ответы Спасибо 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 Спасибо